Добрый вечер на телеканале ОРТ новости дня в студии Анна Втюрина. Партнер выпуска компания Гомаюн. 27 лет работает для организации предпринимателей Оренбурга и области. Компания Гомаюн предлагает онлайн-кассовые аппараты по ценам производителей. Крупнейшие торговые сети доверяют компании Гомаюн. А теперь к новостям и вот о чем расскажем прямо сейчас. Из кресла гендиректора за решетку в Оренбурге поставили точку в деле проблемного застройщика. Оренбуржцы за мусор будут платить по-новому. Тарифы пересчитываются. Ждать ли повышения? Садоводам отключат свет за долги. Дачный сезон под угрозой срыва. Рукопашный бой и стрельба из автомата. К чему готовят студентов в Тотском районе. Долгожданные выходные. Кто и как отдыхает на майские праздники. Оренбургская надежда борется за бронзу. Есть ли шансы у нашей команды? Сегодня в самом центре Оренбурга рухнул двухэтажный дом. На место происшествия экстренно выехали специалисты регионального МЧС. Все произошло на пересечении улиц Корецкой и Советской. На место незамедлительно выехали экстренные службы. Двухэтажный дом давно был признан аварийным и, по словам специалистов, здесь никто не проживал. По показаниям жителей соседних домов, здесь часто обитали люди без определенного места жительства. Поэтому, есть ли под завалами пострадавшие, пока не сообщается. Без камеры местные жители поделились с нашими корреспондентами важной информацией. В последнее время дом буквально разбирали по кирпичам какие-то рабочие. Документов при себе у них не было. Могли ли их действия спровоцировать ЧП? Теперь предстоит разобраться со специалистом. А вот для 40 других оренбуржцев жилье рухнуло в мечтах, так и не воплотившись в жизнь. 10 недостроев и многомиллионный ущерб. В Оренбурге нерадиво застройщика. Прямо из зала суда увели в наручниках. Суд установил, директор компании собрал с потерпевших деньги, но обещанные таунхаусы так и не были построены. Почти 64 миллиона рублей заплатили 40 человек за свои будущие квартиры. Они должны были быть сданы в домах поселка Неженко. Но вместо готовых квадратных метров застройщику хватило сил только на то, чтобы заложить фундамент. Деньги закончились, говорит директор компании. Банкротство помешало выполнить обещания. Суд такие доводы не счел основанием для смягчения своего решения. Я окончательно назначил Альбеку и Марату Рашидовичу наказание в виде решения свободы на срок 6 лет 2 месяца со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Помимо этого, директор компании на два года лишен права заниматься организационной и административной деятельностью в сфере жилищного строительства. Также застройщик обязан в ближайшее время вернуть всем потерпевшим деньги. Для Романа Асламова, который также не дождался своей квартиры, ущерб составляет почти миллион рублей. Потерпевший считает 6 лет лишения свободы за несбывшиеся обещания. Для обвиняемого недостаточно суровое наказание. Судья выдал такое, что ему решение 6 лет. Я считаю, что это очень мало, потому как ущерб для потерпевших очень большой. Проблемный застройщик частое явление отмечают в прокуратуре. Во всех подобных уголовных делах схемы преступления отличаются. Однако последствия одинаковые. Люди, которые вложили деньги в строительство, но в итоге остались и с долгами, и без жилья. А вот в другом громком деле точка пока еще не поставлена. Разбирательства по поводу сноса обкомовской дачи в Оренбурге будут продолжены. Региональное министерство культуры намерено обжаловать решение суда. Скандал вокруг обкомовской дачи разгорелся в феврале этого года. Компания, на чьей территории находится особняк, приступила к его демонтажу. На защиту здания встали в региональном министерстве культуры. После долгих разбирательств суд выносит решение. В действиях подрядчика нет никаких нарушений. Компания избежала крупного штрафа. По дальнейшей судьбе обкомовской дачи пока нет конкретных решений. Здание сегодня не подлежит восстановлению. Оно разрушено более чем наполовину. В региональном министерстве культуры намерены оспаривать решение в областном суде. Госорган ставит в приоритет сохранение исторического наследия Оренбуржья и будет продолжать отстаивать соблюдение законных требований в сфере охраны памятников истории и культуры. Ремонт дорог, жилищные проблемы, вопросы трудоустройства и помощи одаренным детям. Сегодня Юрий Берг провел очередной прием оренбуржцев по личным вопросам. О том, с какими именно просьбами приходили к губернатору, в следующем материале. Участвовал в конкурсе на федеральном телеканале, пел лирические песни, но, увы, выбыл после первого тура. Опекун юного таланта из Бугуруслана говорит, через год будет попытка номер два. А пока телевизионщики вновь собирают в Москве всех участников. Канал оплачивал до этого, кто в конкурсе участвовал. А сейчас уже приглашение на закрытие, кто выбыл. Нужно ехать за свой счет. Два десятка тысяч рублей на билеты и проживание в столице для небогатой семьи сумма очень большая. На прием к губернатору женщина пришла с просьбой о материальной помощи. В этом случае необходимо официальное приглашение. Только при его наличии можно выделять бюджетные деньги. Другой посетитель просит губернатора взять на контроль улицу Лесозащитная областного центра и защитить ремонт с самого ее начала в районе дома номер 8. Я думаю, что этот вопрос стоит вашу внимания. Потому что больше нигде непонимания, неподдержки, даже законными способами мы не нашли. В свою очередь власти Оренбурга, его глава присутствовала на приеме, не нашли понимания со стороны коммерческих структур, которые одна за другой расположены на Лесозащитной. Губернатор тоже знает, что здесь находится средоточие различного бизнеса. Там одни вот сплошные рынки идут, вот так, да, вот. Вот так, нет. Рынки, торговые центры, даже возле себя. Мусор не уберете, не только там дорогу. Пробовали обращаться к руководителям транспортных предприятий, потому что там в основном транспортные предприятия, как бы, ну, совместно решить вопрос. То есть, что-то мы добавим, что никто нас не услышал. Лесозащитная в этом месте действительно представляет удручающее зрелище. Дорожного полотна фактически нет. Зато есть понимание, что малыми средствами не обойтись. На вскидку просматриваются десятки миллионов рублей, необходимых для полноценного ремонта, который пройдет до 1 августа и достигнет того места, где разворачиваются автобусы. То есть, до рынка Петровского они делают по каким-то причинам. Как они определились, как они нашли эту точку? Ну, видимо, по тем вложениям, которые эта дорога требует. Вложение в оставшуюся часть улицы, город, у которого много других дорог, требующих ремонта, вновь предлагает совместные. Ведь главными ее пользователями являются именно коммерческие структуры, расположенные в том районе. В данном случае, чтобы соблюсти бизнес-интересы, раскошелиться им, видимо, все-таки придется. Виталий Дерябин, Константин Воробьев. Новости дня. Бюджет города, реализация программы и строительство важных социальных объектов. Сегодня на заседании городского совета глава Оренбурга отчитался перед депутатами об итогах работы за 2017 год. Вслед за ним о работе городского совета рассказала его председатель Ольга Березнева. Первым пунктом повестки 21-го заседания городского совета стал ежегодный отчет главы Оренбурга. Евгений Арапов останавливается на нескольких пунктах. Бюджет, социальная сфера, строительство в 2017-м в областном центре открыли 85-ю школу и закончили строительство 87-й. Отремонтировано больше 20 тысяч квадратных метров дорог. Также в 2017-м в Оренбурге появилось новое знаковое место – сквер Александра Прохоренко. По программе «Комфортная городская среда» преобразила сразу несколько городских дворов. Есть и проблемные ситуации, но их удается решать при активном участии жителей. В классические примеры, когда вопрос возник по центру гимнастики, спортивной акробатики, из такой сложной ситуации, я бы сказал, может быть, конфликтной ситуации, мы смогли вместе с родителями сплотиться так, что теперь и родители, и мы – одна команда. Почти каждая практическая инициатива городской власти воплощается по решению городского совета. Не только законотворчество, но и контроль практического решения вопросов муниципалитета. Именно так характеризовала работу городского совета Оренбурга и ее председатель Ольга Березнева в своем докладе. Каждый депутат должен помнить о том, что мы представители народа. И дополнительный контроль по жизненно важным направлениям, а это, как правило, строительство и ремонт дорог, это и строительство ветхого жилья. Вопросы возникают в ходе таких вот контрольных выездных проверок, они оперативно решаются со структурами администрации. Вопросов у депутатского корпуса отчет Ольги Березневой не вызвал. Его приняли единогласно. Положительную оценку городской власти дал и губернатор области Юрий Берг. Боим справедливым, по 2017 году работа сделана огромная. И впереди предстоит еще больше. И тем более, что 2018 год для Оренбурга является юбилейным. И знаю, что у главы города большие планы, и команда его поддерживает. Со своей стороны могу гарантировать, что правительство исполнит все взятые на себя публичные обязательства. Анастасия Матвеева, Константин Воробьев. Новости дня. Платить за мусор оренбургцы будут по-новому. Изменения в этот раз коснутся жителей не только городов, но также сел и даже дач. В области выбран региональный оператор. Он призван навести порядок в сфере обращения с отходами. В его обязанностях не только работа на санкционированных полигонах, но и ликвидация стихийных свалок. Татьяна Кердина продолжит тему. Это поле вовсе не предназначено для отходов. Оно расположено между двумя загородными поселками. С одной стороны пригородной, с другой – ростыши. В соседях сельхозугодия Аграрного университета. Но ситуация складывается так, что полевая дорога оказалась удобным местом, чтобы привозить сюда не только бытовые отходы, но и строительный мусор. Из года в год администрация пытается ликвидировать эту свалку, но пока это получается с трудом. В прошлый год, когда мы здесь встречались, здесь была вычищена вся территория, убрана от мусора, все вывезено и продолжался процесс рекультивации свалки. На сегодняшний день, как вы видите, работы прибавилось ровно в половину от того, что мы вывезли. Это только начало года. Территорию окапывают, но глубокие колеи от большегрузов говорят о том, что эти меры бессильны. Для многотонных мусоровозов или грузовиков преодолеть небольшой ров – не проблема. Водители внедорожников также заезжают сюда, чтобы избавиться от мусора. Увидев телекамеры, сделать это не решаются. Хотя обычно людей не смущает ни говорящие плакаты, ни водозабор, который находится в непосредственной близости, обеспечивает водой близлежащие дома пригородного. Ежегодно сюда свозятся тонны мусора. Мы начали обслуживать забор пригородный чуть более года. И столкнулись с проблемой с тем, что во втором поясе санитарная охрана размещается. Точнее, она не стационарная свалка. Первый пояс, который санитарный, он, как и положено, огражден. В принципе, мы проводим производственный контроль. Это на источнике, в распределительных сетях происходит обеззараживание. Положение спасает глубина скважины и постоянные исследования. Пока вода соответствует всем требованиям. Но если мусор продолжит накапливаться, ситуация может усугубиться. Измениться все должно с приходом регионального оператора. Уже известно, проблемой отходов займется общество природа. До конца года все районы области перейдут на новую систему оплаты за утилизацию мусора. Станут ли суммы больше или меньше, пока неизвестно. Тарифы утвердят до 1 июля. Еще одно новшество – обеспечить порядок рекоператора должен будет не только в крупных городах, но и в самых отдаленных селах. Региональный оператор будет, прежде чем оказать услугу, должен будет закрепить места дислокации контейнерных площадок, установить мусорные баки. Здесь будет тоже приниматься решение, либо это бестарный будет вывоз, либо тарный вывоз. То есть определиться между несколькими поселками, в соответствии с территориальной схемой – это складирование, потом, может быть, трамбовка будет и перевозка на один из 11 полигонов, которые есть в территориальной схеме. Согласно разработанной территориальной схеме, по обращению с отходами в области предполагается организация 11 официальных полигонов складирования и хранения мусора. Позднее там должны появиться сортировочные комплексы, и в перспективе заработают два мусороперерабатывающих завода на востоке области и в Солилецком городском округе. Подробнее о том, что изменится с появлением регионального оператора и когда в Оренбурге будет наведен порядок, расскажем в это воскресенье в программе «Итоги недели в 10 часов утра». Татьяна Кирзина, Георгий Бурлуцкий. Новости дня. Новотроицкий городской транспорт под угрозой. Долги за электричество стали причиной ограничения электроснабжения административно-хозяйственных помещений предприятия. Если в течение месяца компания не начнет погашать долги, отключения распространятся и на трамвайной линии. Без света могут остаться и многие садоводы. Для них предстоящий дачный сезон может быть омрачен. Причина – многомиллионные долги за электроэнергию. Тему продолжит Диляра Агусева. Предстоящий дачный сезон для большинства садоводов может быть омрачен. Причина – большие долги за электроэнергию. Садовые общества Оренбурга и Оренбургского района задолжали в энергосбыт более 38 миллионов рублей. Среди злостных неплательщиков – СНТ Карачи. Если в 2017-м товарищество не оплатило счета на сумму более 5 миллионов рублей, то в этом году задолженность уже выросла в два раза. Садовое общество «Энергостроитель» копит долги с 2012-го. За это время набралась приличная сумма – 7 миллионов рублей. При этом количество проживающих на дачах растет. Вместе с этим увеличивается и потребление электроэнергии. Нагрузка на изношенные за 40 лет сети увеличивается в разы. Но проводить модернизацию оборудования компании-поставщику просто не на что. В сетях идут потери. И люди не понимают, имея эти прямые договоры, за что они должны еще платить. Хотя у них у каждого есть индивидуальный прибор учета. И оплачивается электроэнергия по прибору учета. В начале апреля компания направила письма с уведомлениями о долгах в адресы доводческих товарищей, прокуратуры и органов исполнительной власти. Выполнить свои договоренности, получили на счету дебиторскую задолженность в размере 38 миллионов. Но мы не спонсорская организация. Бесплатно поставлять электроэнергию мы не можем. Соответственно, мы их предупредили официально, что мы начинаем процедуру по закону Российской Федерации ввод ограничений злостных садовых товариществ, которые не платят уже годами. В случае неоплаты у дачников могут возникнуть серьезные проблемы. Садовые товарищества будут полностью ограничены в энергоснабжении. Пока вопрос решают судебные приставы. Ведомство с помощью своих ресурсов пытается добиться оплаты по счетам. Пока ни один рубль многомиллионного долга не выплачен. Дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Судьба должников будет известна в ближайшее время. Рабусь, Иванов Тюрина, Георгий Бурлуцкий, Игорь Бероев. Новости дня. А сейчас короткая реклама. Всего через несколько секунд продолжим. И вот о чем расскажем далее. Рукопашный бой и стрельба из автомата. К чему готовят студентов в Тотском районе? Долгожданные выходные. Кто и как отдыхает на майские праздники? Оренбургская надежда борется за бронзу. Есть ли шансы у нашей команды? А мы продолжаем. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в области идет на спад. Но при этом некоторые школы и детские сады все так же на карантине. Всего за неделю в области зарегистрировано свыше 7 тысяч заразившихся. Больше всего их в областном центре. Здесь число заболевших переходит за 3 тысячи. В целом специалисты отмечают, интенсивность эпидемического процесса снижается. Но для того, чтобы грипп не атаковал с новой силой, продолжается поэтапное приостановление учебного процесса в образовательных учреждениях. Пока закрыт детский сад в Кувандыкском городском округе, школа в Пономаревском районе, частично закрыты 10 классов в школе Новосергиевского района и группы в детских садах Гайского городского округа и Новоорского района. В региональном Роспотребнадзоре подчеркивают, ситуация находится на контроле специалистов. И в продолжении темы. Почти 50 тысяч маленьких пациентов областного центра смогут круглосуточно получить помощь. Детская городская клиническая больница Оренбурга, которая включает в себя 11 подразделений, переходит на новый режим работы. Диспетчерский центр теперь будет работать круглосуточно. Татьяна Кирдина расскажет, кто сможет воспользоваться новой услугой и чем продиктована необходимость ночных дежурств. Диспетчерский центр ежедневно принимает порядка полутора тысяч звонков. Специалисты консультируют, принимают вызовы для врачей, записывают на прием. Но до 29 апреля их рабочий день заканчивался в 7 часов вечера. С 29 апреля начинается новый этап, появляется ночное дежурство и вызов неотложки. Проанализировав сегодня, какое количество родителей отказываются от госпитализации в круглосуточный стационар. И мы практически до утра и даже несколько часов утреннего времени, до 12, не можем оказать полноценную помощь этому ребенку. После совещания с Татьяной Александровной Кундик, заместителем министра, мы обсудили данную ситуацию, посмотрели количество детей, которым отказано. И приняли решение о том, что обратиться к министру здравоохранения Калина Петровна Зольниковой о переходе нашей больницы на круглосуточный режим неотложной помощи и диспетчерского центра. Было принято решение запустить круглосуточный режим работы диспетчерской и неотложной службы в преддверии майских праздников. В период, когда все поликлиники врачи будут отдыхать, как и все, дети болеть не перестанут. И большая помощь родителям, у которых возникла экстренная ситуация или просто нужна консультация. Тем более практика показывает, звонки поступают дежурному и ночью, и в выходные. Мы приходим утром, отслеживаем звонки. Есть ночные звонки. Видимо, помощь нужна какая-то, не просто же они набирают. Это тоже тенденция. Звонки принимают диспетчеры с медицинским образованием. Если необходимо, более узкая консультация связывается со специалистами. Маму уже оценили новую идею. Очень часто ночью начиналась температура очень высокая, они могли сбить. Естественно, мне лучше, чтобы приехал врач, который знает, что мне сделать, какое лекарство дать. Новшество будет касаться только прикрепленных к больнице пациентов, а это порядка 50 тысяч детей. Кроме того, филиал детской городской клинической больницы Оренбурга открыт и в Орске. А это значит, что и маленьким арчанам в любое время суток смогут оказать помощь или проконсультировать по телефону. Напомним, на круглосуточный режим поликлиника переходит с 29 апреля. Татьяна Кирдина, Роман Боричев, Новости дня. Как разобрать и собрать автомат? Отразить атаку противника? Оказать первую помощь? Более тысячи оренбургских студентов стали участниками военно-патриотических сборов, которые в эти дни проходят на базе трех военизированных частей области – в Тотском, Оренбурге и Ясном. Наша съемочная группа побывала на одном из пунктов. Строевая подготовка, рукопашный бой, стрельба из автомата, первая медицинская помощь, программа сборов. Занятия будут проходить пять дней. В Тотской военной части они организованы уже в четвертый раз. С каждым годом количество желающих увеличивается. Учащиеся и педагоги считают, что попасть сюда престижно и даже необходимо. Опыт военно-полевых сборов – идея не новая, но для студентов-техникумов их проводят только в нашей области. В Министерстве образования области уверены, что такой опыт полезен. Из 500 человек начали, сейчас 1240, и постараемся вот это число увеличивать. Ну и, понимаете, командиры даже в частях, где мы занимаемся, остаются удовлетворенными. По крайней мере, я разговаривал с командиром антиллерийской бригады, и он после вот этих 10 дней сказал, что у каждого из этих ребят он с удовольствием взял себе в часть. Попасть на сборы могут только лучшие студенты. Денис Лысенко участвует второй раз. Твердо решил получить профессию военного. В армии учат не только держать оружие, в первую очередь – это дисциплина и командный дух. Обязательное для каждого мужчины, ведь каждый мужчина должен быть смелым, мужественным, а армия как раз перебивает такие качества человеку. Подъем в 7 утра, изучение боевой техники, занятия на плацу – обычное дело для солдата. Для курсантов здесь тоже нет послаблений. Живут юноармейцы в казармах и по распорядку. Даже кровати заправляют по нормативам. Устав и устройство автомата теперь знают на зубок. Техника действующая, боевая, заряды холостые. Офицеры требуют от курсантов четкого исполнения приказов. Относятся к ним, как к настоящим солдатам. Педагоги признаются, не всегда удается добиться дисциплины. Это как раз то, что нужно нашему молодому пополнению, потому что здесь они видят то, что мы не можем им объяснить в кабинетах. Военно-патриотические сборы – это еще и соревнования между образовательными учреждениями. Каждый хочет стать лидером. Тем более, что стимул есть. Самые лучшие студенты примут участие в параде победы в областном центре. Победитель личного первенства получит квадроцикл. Аналогичные сборы для руководителей средних образовательных учреждений пройдут в начале мая. Потом на очереди девушки-студентки. Для них уже готова форма. Ольга Энгельс, Константин Воробьев, Новости дня. На календаре пятница, но для большинства трудовых коллективов, этот рабочий день не последний. Государственная инспекция труда в Оренбургской области напомнила оренбуржцам, как будем отдыхать в предстоящие майские праздники. Предстоящая суббота в этом году станет рабочим днем, а выходные начнутся 29 апреля – воскресенье. Восстановление правительства Российской Федерации от 14 октября 2017 года, номер 1250, о переносе выходных, сделано следующие переносы с 28 апреля суббота на 30 апреля понедельник. Следовательно, 28 апреля мы будем работать, а 30 апреля отдыхаем. То есть у нас в четыре выходных дня на праздник, на первомайские праздники. 29, 30, 1 и 2. 28 апреля праздничный день, предпраздничный день, следовательно, рабочий день сокращается на один час. Во время празднования Дня Победы, 9 мая выпадает на среду, никаких переносов не будет. Правда, рабочий день вторника будет короче на один час. В Государственной инспекции труда в Оренбургской области напомнили, перенос рабочих дней не должен повлиять на уменьшение заработной платы работникам предприятий и организаций. Промышленная безопасность, охрана труда и комфортные условия для работников. В числе лучших предприятий, обеспечивающих эту триаду – Бузулукская группа компаний «Городской торг». Накануне в рамках форума, приуроченного ко Всемирному дню охраны труда, их честовали в областном центре. В центре внимания участников форума – самые современные и инновационные технологии в обеспечении безопасности труда. В работе конференции в ходе форума принимают участие руководители, специалисты ведущих предприятий области, социальные сферы, представители органов исполнительной власти и профсоюзные работники. Вот уже 13-й год подряд Оренбург становится масштабной площадкой для обсуждения путей снижения травматичности на производстве, профилактики заболеваний и смертельных случаев, связанных с трудовой деятельностью. Как отмечают эксперты, к счастью, на предприятиях региона сегодня число подобных случаев снижается. Но особенно острым продолжает оставаться вопрос выпуска продовольственных товаров. В этом году в числе лучших по организации безопасных условий труда на производстве – группа компаний «Городской торг». Полный цикл их деятельности – это не только торговля, но и собственное производство. Успешно работают шесть цехов. Здесь выпускают хлебобудочные изделия, мясные деликатесы, торты и пирожные, полуфабрикаты, безалкогольные напитки. Организация условий безопасного и продуктивного труда – здесь особый вопрос. Успех нашей компании – это наши сотрудники, это наши люди. И забота о них – это первоочередная задача как руководства компанией, так и всего нашего предприятия. Поэтому, уделяя особое внимание условиям труда, безопасности труда, охране труда, конечно же, я думаю, что мы заслужили эту награду. Ежедневно фирменные торговые точки компании предлагают к реализации более 20 тысяч наименований продовольственных и непродовольственных товаров. Обеспечить их бесперебойные поставки помогает слаженная работа коллектива. На предприятии сегодня трудятся более 1200 специалистов. Забота о собственных кадрах и индивидуальный подход к клиентам как раз и помогают поддерживать успешный темп производства. А потому продолжают оставаться в приоритетах группы компаний. Анна Всюрина, Игорь Бероев, Новости дня. Еще одна конференция в областном центре сегодня посвящена уже развитию сельского хозяйства. Приоритет региона – взаимодействие государства, аграриев и науки. Компания «Сингенте» представила результаты исследования общественного мнения. Главный вопрос – взгляд на перспективы развития сельхозтоваропроизводителей сегодня. Исследование проводится третий год. Главная цель – анализ процессов, которые происходят в сельском хозяйстве. Индекс – показатель развития сельхозтоваропроизводителей. Основную ставку «Сингента» сделало на предприятии растениеводства. В опросе участвует порядка 100 сельхозпроизводителей, в равной степени представленных в Южном, Центральном, Приволжском и Восточном округах. Основным фокусом их деятельности является растениеводство. Как я уже сказал, одна из главных целей нашего исследования – это построить индекс настроений сельхозпроизводителей. Результаты исследований показали – в 2018 году аграрии стали менее активны. С большей осторожностью они вкладывают свои инвестиции. Респонденты оценивают 2016 год как самый урожайный. Ожидания от этого у сельхозтоваропроизводителей сравнительно ниже. Большинство рассчитывает на эффективность своей работы. Но никто не хочет экономить на качестве. Средства защиты растений, новые технологии, высокопродуктивные гибриды пользуются популярностью. В Оренбурге проходит открытый всероссийский турнир по боксу памяти Альвиса Каюмова. В этом году соревнование проводится в 13-й раз. Рассказывает Анатолий Юденич. Подполковник милиции Альвис Каюмов, начальник отряда быстрого реагирования, погиб в 2004 году в Чечне при исполнении служебно-боевых задач и посмертно награжден Орденом Мужества. Турнир его памяти ежегодно растет качественно. В этот раз к нам прибыли оказать серьезную конкуренцию юниоры 17-18 лет из Башкорта Стана, Ханты Мансийского автономного округа, традиционно Казахстана и впервые довольно внушительную дружину привез Кыргызстан. Восемь человек – победители первенства республики, призеры чемпионата Азии. Для нас очень такая большая честь выступать на этом турнире. И очень что я заметил, очень что хорошо. Страна чтит своих героев и помнит их. Развитие бокса идет с нашей стороны, обмен опытом идет, дружеские отношения между странами идет. И что еще можно сказать? Очень хороший, дружелюбный город. На ринге школы имени Васильева проходят сразу два турнира – мемориальный юниорский и чемпионат области среди взрослых. Младших боксирует 58, человек старших – 26. Как традиционно и бывает, юниорский уровень очень серьезный. И здесь множество сильных боксеров. Причем соревнуются представители Оренбургской, Сибирской, Казахской и Киргизской школ бокса. Вот это обмен опытом в боевых условиях. Турнир очень классный, на высшем уровне проводится. В том году не участвую, вот в этом году хочу попробовать выиграть. А приехали Казахстан, как малая игра, и Башкстан. Соперники очень довольно подготовлены, я их знаю. И мне кажется, бои будут зрелищные. Совершенно нет проходных боев. Все как один упорные, зрелищные. Соперники достойны друг друга, выиграют как хозяева, так и гости. Финалы начнутся завтра с 12 часов. Анатолий Юденич, Роман Боричев, Новости дня. При покупке онлайн-кассы в компании «Гамаюн» специалисты помогут вам в кратчайший срок ввести ее в эксплуатацию. А Центр технического и сервисного обслуживания ежедневно и круглосуточно готов помочь в случае возникновения проблемы. Крупнейшие торговые сети доверяют компании «Гамаюн». Город Оренбург, улица Мира, 3, дробь 1. Телефон 3088-00. При покупке кассового аппарата сообщите кодовую фразу «Гамаюн Онлайн» и получите скидку. А у нас к этому часу это все новости. Хороших вам выходных и оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин